Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Всем привет, это программа «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. И сегодня мы неожиданным, можно сказать, даже образом будем говорить про путь из варяг в греки. Почему неожиданным? Потому что, как известно, наша программа посвящена переднему краю исторической науки, а это, казалось бы, давно всем известно. Но я считаю, что время от времени нужно говорить об основах, потому что, во-первых, наука постоянно движется вперед, и мы постоянно узнаем что-то новое, получаем новые научные данные. Во-вторых, подрастают новые поколения, которые могли просто не слышать того, что нам кажется очевидным. А в-третьих, те люди, которые учились в школе, и даже, может быть, учились хорошо, иногда склонны что-то подзабывать. И вот сегодня у нас в гостях человек, который прекрасно владеет последними научными данными, и в то же время может увлекательно рассказать для неофитов про эту тему. У нас сегодня в гостях кандидат исторических наук, руководитель археологического отряда музея-заповедника Гнездова, начальник управления археологией и специальных работ компании «Энерготранспроект» Василий Васильевич Новиков. Здравствуй, Василий. Здравствуй. Мы так немножко поговорили перед эфиром, и я объяснил тебе, а теперь еще объясню нашим слушателям, почему вдруг у меня возникла эта тема. Недавно совершенно мы говорили про путь из варяг в арабы, чуть менее известная история, и вдруг выяснилось, что вот эти люди, которые иногда мне пишут в комментариях, которые говорят о том, что не было никакого пути из варяг в греки, это не единица. Выясняется, что это такой новый тренд в какой-то антинауке, и очень многие люди утверждают, что путь из варяг в греки был придуман то ли немцами в XVIII веке, то ли это какой-то современный историографический конструкт, то ли еще что-то. И вот сегодня мы пройдемся по разным аспектам истории пути из варяг в греки и покажем, что эти люди, которые так утверждают, они или просто откровенно врут, ну то есть берут источник и перевирают его, или они настолько сильно заблуждаются, что это заблуждение я бы уже сравнил с каким-нибудь диагнозом. Давай начнем, Вась, с вопроса, что такое путь из варяг в греки, откуда мы знаем это название и какую роль он сыграл в истории российского государства? Нет, ну, безусловно, путь из варяг в греки был. Начнем с этого. То есть можно заканчивать передачу на этом. Но если нужны доказательства, конечно, путь из варяг в греки для и археологов, и историков, которые занимаются, ну, периодом образования древнерусского государства, это такой очень важный образующий путь. То есть торговых путей это было гораздо больше. Путь из варяг в греки самый знаменитый, и мы его называем там становым хребтом образования древнерусского государства. Когда мы говорим о гнездах, в этом моменте мы говорим, что в центральной части расположен гнездовский археологический комплекс, но на самом деле, конечно, это такой становой хребет, на который были нанизаны целые россыпи археологических памятников разного размера, разного периода существования, которые маркировали этот путь, потому что именно благодаря этому пути осуществлялась такая постоянная торговля Скандинавии с Византией через нашу территорию и обратно. Но откуда термин? Путь из варягов в греки и из греков в варяге, если говорить полностью к цитату, которая присутствует в повести временных лет. Источник по нашей ранней средневековой истории начальности государства единственный, фактически письменный, сложный. Он, конечно, был составлен, то есть он дошел к переработанным изданиям, составлялся он там уже в одиннадцатом веке, да, конечно, написывает события более ранние, какие даты являются. Изначально он вообще не был сопряжен с датами, но это можно понимать. То есть это такое изложение истории ранней, и даты это достаточно, ну, то есть это более поздние вставки, и первая фактическая дата, которая считается, ну, безусловно, это похода... Тут надо отметить, именно вот эта датировка каждого события, вот эта поздняя вставка. Да, да, да. Совершенно верно. И вот эти вот даты, то есть безусловными в повести временных лет являются даты, которые связаны и подтверждаются перекрестными источниками. Совершенно некорректно использовать один источник для понимания истории формирования государственности русской и ранней средневекового периода. То есть все историки, археологи опираются на целый комплекс источников. Это и западноевропейские источники, и византийские источники, которые сопряжены с датами, очень точно хронологически выверены. И вот даты, которые пересекаются в повести временных лет с датами из византийских источников, арабских источников, западноевропейских источников, скандинавских источников в меньшей степени, потому что скандинавские источники это все-таки поэтическая устная традиция, которая была записана еще в более позднее время относительно повести временных лет, является еще более сложным для анализа источников, но вот комплекс этих дат, упоминаний вместе с археологическими данными, полученными независимо от источников, историков, археологами, вот совокупность этих данных так и никак иначе дает нам право говорить о том, что торговый путь являлся основообразующим, он существовал, у него есть масса косвенных и прямых доказательств, и мы можем поговорить о них немного подробнее. — И вот тут, кстати, да, важный момент, ты упомянул, что вот это название «Путь из варягов греки» — это не современная трасса М5, у которой есть вывеска М5, это комплекс, большой комплекс торговых путей и речной системы целой, а вот это название «Путь из варягов греки» — оно возникло просто из той самой цитаты из «Повести временных лет», там «Бе», там что-то там «Путь из варягов греки». — Да, ну то есть и описывал ситуацию, путь-то в принципе описан, то есть заходим в Волхов, там Ладога-Омега, вниз через Днепр, под Днепру спускаемся там через Ловы, то есть там целая система речных путей, я не буду упасаться тем, что я воспроизведу это наизусть, но, наверное, это не надо, всем, кому это нужно, могут это совершенно спокойно подчеркнуть из источника. Под Днепру спускаемся вниз, потом доходим до Киева, вниз пороги, 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 которые являются очень серьезной преградой, настолько серьезной, что император один византийский, который является одним из важных источников для понимания вообще системы торговли и торговли в середине X века, для нас там Константин Багринародный даже упоминает название этих порогов, то есть настолько они были важными. Нужно понимать, что и порогов этих было больше, то есть император-то упоминает основные и самые сложные, где отдавали свою жизнь очень много скандинавских и нескандинавских путешественников, и их посмертные камни рунические упоминают события с обстоятельствами их смерти. Ушел, погиб на порогах, ушел, погиб на торговом восточном пути в Аустро-Вегар, ушел, погиб в Гардах при торговле, ушел, дошел до греков и умер там. Ну то есть если мы берем за основу, что некий скандинав, торговец, родился все-таки на территории Скандинавии, то если поминальный камень, который является базовым источником, упоминает обстоятельства его смерти на пути по Востоку, в торговле и смерти в Византии, то есть мы понимаем, что каким-то образом он туда попал. Можем отталкиваться от этого утверждения, что кто-то из точки А попал в точку Б и там умер. Почему такой крюк? Любой человек, открывая карту, может посмотреть на этот крюк и сказать, а зачем? Крюк, ты имеешь в виду, что есть короткий путь из Балтики, скажем так, в Византию, в Константинополь, через Западную Двину. То есть через Рижский залив ты входишь в эту систему рек и потом доходишь быстренько до Константинополя. Но люди идут через... Быстренько там тоже вопрос. Ну да, да, да. Что значит быстренько? Да, можно и через не только... Можно через Европу попытаться попасть. Вопрос, попадешь ли. Нужно понимать, что вообще понятие, поскольку мы не будем сейчас обсуждать и просто примем за данность, что походы викингов это важный исторический этап. А последний этап перед таким понятием, как средневековье и средневековый мир, такое варварское движение, да, которое имело место быть. Это такой серьезный миграционный процесс, да. И эта экспансия викингов, да, и их торговые, они были везде не одинаковы. То есть на территорию Англии они попадали определенным способом, за определенными вещами. Это сопряжено было с военными походами, много сражений, образование в образе датского права, формирование королевства, постоянные войны с англосаксами, ну и так далее, так далее. На побережье Франции они тоже высаживались не с хлебом с солью и недаром все-таки о них пишут, что храни нас бог от А, Б, Ц и от гнева викингов, да. То есть пройти там, даже если ты мирный купец, но бэкграунд, так назовем, и кейсы твоих товарищей, которые были представлены в европейском пространстве, могут не позволить тебе дойти до твоего пункта назначения. Напоминаю вам, что журнал «Прошлое» это абсолютно независимый проект. Мы существуем на самоокупаемости. Нам каждый день приходится бороться за существование наших проектов. Если вы хотите поддержать нас в этой борьбе, вы можете стать подписчиком журнала, перейдя по ссылке в описании. Всех людей, которые нам помогают, мы упоминаем в конце наших роликов. А благодаря нашему секретному чату, вы сможете заранее узнавать о темах, которые готовятся к эфиру, и задавать вопросы нашим героям. Спасибо вам за вашу поддержку. Что представляла собой Русь в этот момент? Это сеть речных путей, где, безусловно, нельзя было пройти через и посредством корабельной навигации. То есть, предусловие, что вот эти корабли викингов, дракары имели достаточно небольшую осадку, и это было их основное преимущество, позволявшее им совершать большие походы, высаживаться практически на любом побережье. Но для речных путей это недостаточно. И, безусловно, опять-таки, у нас есть косвенные свидетельства этому и упоминание письменных источников. Они пересаживались. Ну, то есть, это сейчас уже такая понятная картина, что доходили на одних судах, доходили, скорее всего, до Старой Ладоги, которая является одним из пунктов, который раньше всего упоминается, за самыми ранними датами упоминается и в сагах, и в скандинавских источниках. Потом пересаживались на более компактные лодки. Константин Багряноров называет их моноксилы. То есть, в переводе «однодеревки». Что это «однодеревки»? Однодеревки — это некий ствол дерева, который выдолблен, расщеплен, и на него нарощены борта, клинкерным способом так называемым. То есть, борта могли быть разной высоты. Кто-то говорит, что это все-таки корабли, хотя это, честно говоря, не корабли, это все-таки лодки. Они имеют разный набор людей, как бы там 8-10 человек плюс груз. То есть, везли груз, ну что везли, понятно, там мех и все остальное, но самое главное, везли очень много всего. И вот они, собственно говоря, путем перетаскивания этих лодок в сложных участках, хотя, конечно, до конца речную навигацию того времени мы не можем реконструировать полностью. Понятно, что там были очень сложные моменты, и именно поэтому военной экспансии на территории Руси, как таковой, не было. Потому что, если ты придешь с войной, с этими лодками куда-то, в какую-то лесную глушь, где сидят вполне себе хорошо ориентирующиеся в пространстве люди, они тебя за каким-то поворотом обязательно настигнут. И все твои военные активности в отношении одной-двух деревень закончатся, когда все соберутся вместе и утопят твою лодку, и неважно, какое количество у тебя будет сопровождающих. Поэтому, конечно, существовал некий договор, некая взаимопомощь. Вероятно, они не таскали это все исключительно на себе. Они платили какую-то проходную монету. Они оставляли эти волшебные восточное серебро, которое тоже не просто так и не с самолетом оказалось на Руси, и стало основной меновой и такой денежной единицей для средневековья, там, в девятом, в десятом веках, да, пока их там не сменили динарии, да, там, западноевропейский. Не просто так это произошло. И тоже нужно же понимать, что это из пункта Б, а это восток, и все-таки далеко Волжский путь, пропали в пункт А обратно на Русь. Секунду. Это основной маркер. Давай разбирать по частям этот путь. Начнем, собственно, с самой северо-западной точки. Хорошо. Люди, которые утверждают, что пути из варягов в Греки не было, некоторые из них утверждают о том, что Нева и западные ее устья были непроходимы для кораблей. И приводят в пример проблемы, которые возникли у Петра Первого, когда ему там нужно было порт организовать. Но эти люди как раз не понимают, что самые большегрузные суда, кроллы они называются, да, по-моему, скандинавские, у них была осадка максимум 2 метра. А вообще в среднем метр. Да. И поэтому сравнивать осадку петровских кораблей, у которых был многофунтовый железный пушечный обвес с кораблями, которые были снабжены только максимум, ну, как бы в команде корабля, то есть это где-то примерно 40 человек. Ну, плюс-минус. Да, это оружие, все остальное, это никак не может идти в сравнении с большими кораблями. Тем более нужно учитывать, что эта осадка даже при этих тяжелых кораблях позволяла высаживаться и подходить к берегу очень-очень плотно. Это была такая фишка. Да. Собственно, у дракаров-то у них еще меньше, чем у торговых. Еще меньше. До метра осадка в среднем метры ниже. Но и даже в этом случае они использовали, все-таки пересаживались. Дальше идем. Если мы приходим туда, в Ладогу, в Новгород, у нас нет никаких сомнений. И огромное количество раз упомянуто в скандинавских источниках, то, что скандинавы туда ходили именно через эту Неву, путь описан, и был даже такой термин – «хольмгардсфари». Это человек, который постоянно ходит. Еще один любопытный, что есть рунический камень в Скандинавии, на котором написано, что, значит, такой-то был кормчем корабля и умер в Ольмгарде. То есть есть привязка к его профессиональным занятиям, что он там делал, что он там. Плюс давайте возьмем находки новгородские. Это, конечно, дерево, которое там сохраняется, дает прямо ретроспективу прекрасных деталей судов. Это и уключенные, и весла, и то, и сё, и более позднее время корабли, которые, то есть там корабельная традиция широка, и она хорошо, прекрасно используется. Более того, я в качестве примера могу привести, вот, например, Соймы. Это средневековые суда, которые до сих пор ходят по Ладоге, ой, по, господи, по Ладожскому озеру, да, то есть типа и они тоже, они вообще рыбу ловят, да, собственно говоря, но у них их осадка тоже при условии, то есть там не очень глубокая осадка, да, то есть они все равно там проходят, плавают вполне себе успешно, да, то есть и решают свои задачи. А те суда, которые были раньше, они более-менее были загружены, у них была меньше осадка, и возили все-таки даже не металл, не ха. Ну и вот, собственно, про меха ты вспомнил, есть такая книга о захвате земли, или как она, о покорении земли. Это, в общем, сага, которая рассказывает про то, как скандинавы пришли в Исландию, а это на минуточку до 930 года случилось. И там есть прямо персонаж такой, о книге о взятии земли, да. Меховой Бьерн. Почему он меховой? Потому что он занимался торговлей с Русью, мехами торговал, и там как раз упомянуто, что он, опять же, этот Хольмгартсфари, то есть купец, который туда ходил. Да, я хочу поправиться, что меня в комментариях могут заклевать. Я имел в виду озеро Ильмень. Озеро Ильмень тоже очень мелкое, ну сейчас особенно, но сомы, которые ходят, они вполне себе успешно проходят именно, выходят в Ильмень, ловят рыбу и решают их задачи. А у них осадка гораздо больше, чем у более ранних судов. То есть это тоже очень важный момент. Хорошо, а какие у нас есть археологические данные о том, что скандинавы переобувались, что называется, на входе в речную систему? Наверняка в Ладоге и в Новгороде есть следы вот этой вот переоснастки. Ну, у нас нету в чистом виде, наверное, как бы полных находок кораблей, то есть как таковых. У нас только детали. И если сопоставить детали находок и в Новгороде, и в Ладоге, вот этих вот элементов, уключен, весел и всего остального, и даже в Гнездово, в котором занимаемся, в котором найдено мокрый слой при исследовании пойменной части, и там найдены тоже уключенные весла, и они украшены еще даже в ряде случаев орнаментом, некий скандинавский орнамент, такой типичный городок так называемый. Это, скорее всего, свидетельствует о том, да, найдены даже такие специальные крепеж, скажем так, корабельный крепеж для мачт, потому что эти однодревки, это не обязательно лодки, как лодки, которые только гребут. Они тоже могли бы снабжаться парусом небольшим, то есть это нормальная история. И вот это, скорее, свидетельство того, что упоминание, вот то, что писал Константин Багринародный, византийский император, о том, что там русы в районе Смоленска, они отформируют флотилии, потом спускаются вниз к Киеву, там пересаживаются на более мощные суда, потому что ниже Киева уже, собственно говоря, Днепр разливается, более широкий, и проходят пороги, и выходят каботажным, так называемым, плаванием, вероятно, каботажным, через море уже достигают Константинополя. Ну, каботажное это движение вдоль берега. Вот эти свидетельства, это свидетельство, конечно, вот, что эти лодки, как бы, именно были такого небольшого формата. Плюс, конечно, размерность вот этих судов, скандинавских, больших, она просто невозможна для рек, особенно с такими крутыми поворотами, и в таком обиле, просто это просто элементарно тяжело переносить, нужно понимать, что это тяжело переносить. А тут я бы как раз хотел вспомнить еще одну историю, которую немоглики, так называемые вот эти, вот рассказывают. Это опыт экспедиции Айфур, в которой участвовал Петр Егорович Сорокин, и говорят о том, что эта экспедиция якобы доказывает, что нет, не могли. На самом деле могли, потому что, во-первых, эта экспедиция состоялась, они прошли всем... Да, весь путь. Причем они умудрились пройти весь путь на одной как раз ладье, на той же самой, на которой они ходили по Балтике, и потом не пересаживались, дошли до юга. И я специально посмотрел еще один момент. Мы точно знаем по источникам, что по осени приходили в Новгород, это важно, потому что им там надо было перезимовать, потому что зимой как раз собирали меха. То есть главный, основной... А весной, как писал император управления империей, а весной спускались вниз, потому что вода подымалась, и все пошли. Половодие. Но проблема в том, что этот айфур, у которого были проблемы, но они все равно прошли. Они стартовали из Новгорода, аж 1 июня, то есть тогда, когда вода уже спала. И все равно прошли. И все равно прошли. Более того, я от себя добавлю, что об этом не очень часто пишут, но эксперименты по прохождению пути Скандинавии в Константинополь проводятся достаточно регулярно. Они просто не так широко освещаются. И вот на моей памяти, несколько лет назад, летом, летом подчеркну, в июле, значит, группа, назовем, скандинавских реконструкторов, да, при нас пришла в Гнездово как раз речным путем. У них была вот эта вот лодка типа Моноксила, то есть это лодка на 8 человек. Единственный у нас нюанс был, что они, команда у них менялась, то есть не одна и та же команда прошла из пункта А в пункт Б. Но они прошли по речным, да, и нечистота эксперимента была, что, ну, не на руках они перетаскивали, значит, эту лодку, ну, не всегда, вернее, на руках они перетаскивали, иногда они пользовались автотранспортом и перевозили уже там куда-то. Но она подъемная, эта лодка, для вот этой группы людей. И если учесть, что очевидно, что на всех этих волоках их встречала группа местных жителей, которая помогала, что, безусловно, скорее всего, было. А они были заинтересованы, потому что им перепадало, что называется. Это же экономика, чистые деньги. Вот. И именно поэтому потом, то есть, это же совершенно такая интересная история, которая, видимо, исподвигла тех же выходцев из Скандинавии, торговцев, в какой-то части остаться на пути, чтобы его обслуживать. Они предложили свои услуги местным, вот мое оружие, вот мы такие воины, мы будем вас, грубо говоря, прикрывать. Такое приличное слово потреблю, прикрывать. Да. Но за деньги. И обслуживать будем путь. Вот, например, все, мы полагаем, что, например, гнездовский комплект, который в центральной части был, он сформировал свое богатство именно поэтому. То есть, они обслуживали этот вау, поток торговый, который шел, у них оставались мастера, из этого разрослось огромное торгово-ремесленное поселение, и так произошло по всему пути. Где-то поселения были маленькие, где-то большие, но каждый переход по речному пути, он всегда сопряжен с находкой какого-то небольшого или большого поселения раннесредневекового, которым можно проследить ранние слои, которые могли быть вот этими обслуживающими пунктами, которые помогали двигаться флотилиям небольшим. Это, вероятно, были флотилии, мы небольшие, потом собирались большие по пути в Константинополь. И тут я как раз, кстати, упомяну, несколько лет назад, мы, кстати, уже достаточно давно получается, мы снимали фильм «Бастионы России», есть такой цикл, фильм про судак, и там как раз я первый раз услышал о том, что есть люди, которые не верят в то, что это можно все преодолеть, и мы поставили там эксперимент, взяли судно, похожее по размерам на те, что ходили тогда, и на неподготовленном берегу, с неподготовленными людьми, очень легко его вытащили на берег, и начали потом двигать на катках, и скорость у нас была очень приличная, километров 6 в час мы развили, то есть это вообще не проблема. Плюс есть еще один такой важный момент, который упоминают разные немоглики, говорят о том, что якобы тогда реки были менее полноводными, и климат был суше. Вчера специально позвонил геоморфологу Андрею Валерьевичу Панину и проконсультировался с ним. Он говорит, что это все чушь, то есть, грубо говоря, климат был примерно такой же, как сейчас в это время, были, кстати, такие же, как сейчас, примерно малоснежные зимы, и, в общем, было достаточно тепло, но уровень рек принципиально не отличался, поэтому в половоде совершенно спокойно, по тому же маршруту можно было пройти. Напоминаю, что это программа Родина слонов, мы сегодня обсуждаем путь из Варягов-Греки с Василием Васильевичем Новиковым, после новостей мы вернемся, никуда не уходите. Программа Родина слонов То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Еще раз добрый день, это Родина слонов, меня зовут Михаил Родин, мы сегодня с Василием Васильевичем Новиком обсуждаем проблему, если есть такая, пути из Варягов-Греки. И вот мы уже, собственно, поговорили про верхнюю часть пути, и только вскользь упомянули, а зачем, собственно, был этот крюк, там, товарищи даже посчитали, тысячи километров лишних наматывали, можно было по западной Двине пройти, а шли через Ладогу и Новгород. Василий Васильевич, зачем? Ну, во-первых, через Прибалчик тоже небезопасный путь был через Двину, на мой взгляд, потому что они уж очень много упоминали всякие военные акции, которые они совершались в этой зоне, и очень много, опять-таки, собственных упоминаний, что пришли туда, там умер там, там погиб. Самый главный момент, ну, конечно, это сбор товара, потому что это огромный путь, который позволяет скупить, получить те же самые меха, мед, да, ну, чем торговали же важно, то есть люди, меха, мед, и через эту территорию также иногда даже коней поставляли, об этом европейские источники говорят, что вот арабские икони, там, они идут вот через, как бы через, ну, там не указано какой путь, скорее всего, это пеший, но тем не менее через торговый путь через Русь. Так вот, этот путь, он был нужен для того, чтобы именно собрать тот объем товара, который потом можно было успешно отторговать в Византии, все-таки в центре Айкумена тогдашнего мира, то есть в самом главном мегаполисе, задорого и богато. Вот, и какие у нас еще дополнительные свидетельства к переустройству судов, использованию лодок и так далее. Ну, это, конечно, совсем забыли мы, я забыл, лодейные заклепки. Вот, чего, а вот этого на каждом памятнике просто, просто с избытком. Что в Гнездово, что на Рюрику в Градище, что в Старладоге, специализированные заклепки, которые, с одной стороны, кругленькие, с другой стороны, рыбамбидненькие, которые нужны для скрепления во рту лодок. Их очень много. А это чисто скандинавская технология, я правильно понимаю? Ну да, я так понимаю, что в основном оттуда история пришла к нам, и она появляется очень хорошо только с моментом начала освоения этого пути. То есть, когда уже они сели на поселение. Но нужно же понимать, что торговый путь из Варяг в Греки, он осваивался как бы в два этапа. То есть, первый этап, когда просто ходили, и он связывается где-то с восьмым веком. И почему мы знаем, что восьмой век? Ну, например, это в основном клады. То есть, выпадение кладов в других передачах были об этом разговоры. Вот эти клады серебра восточного, это как раз маркирует этот путь, начало освоения этого пути. А потом уже, когда они поняли, что есть еще и вариант просто особо безопасно ходить, потому что нужно понимать, что это небезопасный путь. Все равно. Потому что вот на порогах они вынуждены были спешиваться, вытаскивать сюда. То есть, мало того, чтобы пороги могли поглотить флотилию, так они должны были оказаться на суше, а там кочевники прекрасным образом наносили по ним удары, тоже их грабили. Это, в общем, такая история. Святослав погиб, собственно говоря, на порогах. Он князь. Да, но я вот к порогам хотел дальше подойти, это все-таки отдельная история. Давай двигаться с севера на юг. Да, с севера на юг, да. Соответственно, большое количество этого монетного серебра, и когда уже начинают призываться поселения, где присутствует так называемый вот этот вот пришлый скандинавский субстрат с оружием, мы совсем сформировали совместную такую историю вместо местной славянской знатью, вот эти крупные поселения начинают разрастаться, там в культурном слое встречаются вот эти изоклепки в перемешку с восточным серебром, ну вот из интересных кладов, которые стоит, наверное, упомянуть, это клад, где в составе, это Петергофский клад называется, да, если я не ошибаюсь, да, Петергофский клад, и там в составе монеты с граффити, и на этих граффитах есть скандинавские, тюрки, тюркские руны, и имя греческое Захаряс, Захаряс, если я не ошибаюсь, и вот это такой интересное свидетельство вот этих контактов, которые появлялись, да, то есть клад Петергофский, а там уже греческое имя, явно, что это византийский след, совершенно хорошо прослеживается. Причем граффити, да, надо на монете обознать, что у нас есть арабская монета, на которой процарапано, там еще что-то дополнительное. Там дополнительно процарапано, это не в процессе производства этой монеты, то есть монета с востока пришла на Русь, и вот на пути осела, а там еще, значит, арабская какая-то, то есть поверх монеты еще было процарапано, да, эти надписи разные, абсолютно, и тюркские, и кочевнические, и греческие, ну, то есть, куда уж больше доказательств. Хорошо, давай поговорим еще вот про инфраструктуру этой части пути. Ты говоришь о том, что есть поселение, да, вот понятно, что там на разных этапах надо переоснащаться лодки, еще что-то там, плюс нужно какое-то, ну, обеспечение, да, для людей, волок нужно обеспечивать. Насколько часто вообще вот мы сейчас видим археологически расставленные вот эти вот какие-то населенные пункты, укрепленные пункты, которые помогали этому движению? Ну, все средневековые города, известные там, Суздаль и Новгород и другие, они все, да, Гнездово, то же самое, Киев, Чернигов, Шестовит, они все были включены в эту систему. Видимо, поток, он был настолько полноводен этой торговли, что он позволял как бы очень плотно, скажем так, у нас нет, конечно, полного понимания всей археологической карты России в том плане, что вот мы знаем каждый сантиметр, клочок земли, что вот мы все памятники, скорее всего, их много, и они еще будут прибавляться, то есть мы работаем, мы ищем, мы исследуем, в конце концов, но объем выпадаемого монетного серебра на этот период, объем импортов, которые приходили из Византии, ведь нужно же говорить еще и о обратном потоке, что шло оттуда, амфоры с вином, амфоры как признак импорта, да, там, стекло, посуда поливная, которая попадала в погребение потом, с севера оружия шло, то есть еще же нужно брать, например, в расчет арабов, арабы, пользуясь, конечно, в основном знали о восточном пути, но упоминают о том, что приплыли русы со своими судами для совершения торговых операций, они пишут, они торговцы, они торговцы, это принципиально, если у людей есть принадлежность, то понятно, что они занимаются тем, что они осваивают торговые пути и ходят на восток через Русь, и они, и опять-таки, арабские путешественники, имфадлан и другие пишут о том, что вот они собирают меха, идут к раме им и там продают это все, то есть это пишут люди, которые не участвуют, не участвуют в каких-то историях, то есть они просто описывают ситуацию, то есть характеристика территории совершенно связана, безусловно, с торговой. А то есть у нас есть еще четвертый, вот я сейчас хотел сказать про три источника, есть еще четвертый источник, арабы, которые рассказывают, что скандинавы торгуют с рамеями, то есть с Византией. Да, безусловно, у нас есть еще и хорошие свидетельства западноевропейские, это фенштальский торговый договор, где устав, где присутствует описание пути, что вот с Киевской Руси, там в Регенсбург, германский город, приходит торговый трамон, но это не торговый путь, все-таки изменивают греки, но тем не менее, что идут туда товары, и они повторяют список товаров. Люди, рабы, меха, мед, воск, ловень, пони, которые они там берут у арабок, я уже не знаю, там сложно с конями у нас. А вот давай тогда разберемся вот с чем. Очень часто говорят о том, что, казалось бы, вроде бы как, слишком мало в Скандинавии монет византийских. С чем это связано? Ну, насколько я понимаю, находок все равно византийских в Скандинавии и на севере Руси достаточно. Просто они немножко другого. Я, конечно, не мимизмат, но я могу сказать, что слово достаточно, это, может быть, даже малое слово. В принципе, много кладов. Причем, конечно, византийские монеты это не очень часто, как там серебряные, там, восточные монеты, но тем не менее, есть целая серия статей, которые посвящены выпадению вот этих находок кладовых на нашей территории, где больше этих монет встречается и по всему пути они присутствуют. И в Скандинавии они тоже есть. В Скандинавии они тоже есть. Но ведь говорить только о монетах, когда мы говорим об этих свидетельствах, этого недостаточно. Нужно говорить о товарах. Ценилось стекло. Византийское имеется в виду. Ну, оно тут коллеги будут спорить, откуда оно конкретно. Непонятно сейчас, где оно конкретно производилось. Оно через Византию, я скажу так, оно через Византию шло. А уж откуда оно шло и где там эти мастерские были, я оставлю за кадром этот вопрос. Это вопрос дискуссионный и сложный. Кто-то говорит сирия, кто-то там. то есть, неважно. Главное, что этот импорт шел оттуда. Полевная посуда, вооружение, привозили с Востока, у нас там гнездово-иранская лампа какая-то, элементы и слоновой кости, вещи и так далее, и так далее, и так далее. То есть, это по крупицам, конечно, не нужно представлять, что археология это такой наук, где у нас там все сейчас будет лежать и прям огромные килограммы. То есть, и слоновая кость, то килограммы. Нет, это не так. У нас до нашего времени не всегда доходит то количество, которое находилось в обороте тогда. Но свидетельств достаточно, потому что менялись и поясные наборы, и кочевали туда, и традиции моды. И ведь привозили моду. Это же важно. А, кстати, я знаю даже, что ткань византийская находится в Скандинавии в достатке. Да, и на нашей территории, например, есть такие специальные убранства, которые они делали для варваров. Это ткань это ткань такая, на которой нашиты стекляшечки. Ну, такие. Вот. Это был такой специальный подарок таким вот, ну, как они считали, варварским. У них все были варвары. Ну, да. Варварским таким архонтом, да, собственно говоря. И эти дары у нас встречаются повсеместно, по всей территории. То есть, так и китайский шелк, извините, у нас на территории. Он откуда взялся? Его же не в гнездо там выткали, да, он же пришел с импортом. Русь благодаря этим торговым путям вот и стала таким, каким-то котлом культурной традиции, которая, куда было набросано очень много-много-много всего разного элементов, оно все замешалось, и в итоге мы получили вот эту своеобразную там древнерусскую культуру, там уже, которая была замешана на принятие христианства, но имела какие-то разные отголоски. А вот в 10 веке это была совершенно разношерстная и очень красивая неоднородная картинка, которая вот и выражалась и в украшениях, и в элементах одежды, и в достижениях разных народов, которые использовали какие-то отдельно взятые там богатые купцы, которые уже умирали на Руси, да, ведь погребение, ну вот там большой сизовский курган взять, да, например, который в гнездо был исследован, хорошо, там есть полевная посуда из области Византии, оружие из Скандинавии, шлем из района Краснодара, уздечный набор из Скандинавии, да, оформленный в северных традициях, да, скандинавских сел, потом элементы уздечного набора из Поднепрови Нижнего, да, там из района Чернигово, то есть, и вот такая вот куча всего собрана, космополит чистой воды, все лучшее, как сейчас, да, Мерседес из Германии, телефон из, откуда у нас, из Китая, ну, да, вот, и это как раз и есть очень хороший показатель, что торговые пути были, работали и очень хорошо функционировали. И они были именно торговыми, потому что еще говорят о том, что якобы сложно, ну, то есть вот этот вот описание именно в повести временных лет, нигде не доказано, что это торговое, но при этом я не... Надо открыть тогда описание восточных купцов, которые пишут прямым текстом, что у них, вот они какие, эти самые купцы русы, используют для взвешивания своих товаров, там несовершенные весы, обычные мерные чашки. А, например, договор... Прямую, что они используют? Плюс... Договор 1911 года, там прямо прописано, мы, русы, пришли торговать, и если там с нашим товаром что-то случилось, то... Да. Я не понимаю. Самое главное, что нужно просто еще немножечко поднять данные археологии. У нас находок все-таки элементов и чашечки весов для взвешивания серебра тоже встречаются в изобилии. А самое главное, что одной из очень массовых находок являются так называемые весовые гирьки, то есть ретроспектива которых показывает, насколько дробным было отношение к вот этому серебру, взвешиванию, отмерянию нужного количества для производства, обмена каких-то товаров, серебра на какие-то товары и так далее. Ну, то есть это же очень яркий свидетель торговой индустрии и присутствия торговцев у нас. И знаете, как принято сейчас, ну, то есть если на памятнике встречаются владельные заклепки, предмет вооружения, значит, гирьки, то это однозначно относится явно к десятому веру. То есть если вы берете какие-то находки с памятника, вам их выкладывают, вы можете, совершенно не погружаясь даже в раскопки, сказать, что это связано как раз с торговыми мероприятиями и как бы использованием торгового пути на Руси. Хотел еще вот один такой момент обсудить. Встречался с этим мнением, что якобы упоминание пути из варягов в греки в повести временных лет, вот это вот путешествие апостола Андрея, где целиком этот путь описан с самого юга до самого севера, оно уникальное. Так вот, я просто посмотрел на вскидку и прям вот я вижу, что это просто ложь, потому что я вижу как минимум три независимых друг от друга источника, происходящих из разных регионов, где описан полностью этот путь. Например, когда говорят, что у Багринародного описан путь только до порогов, это прям ложь, потому что он говорит, они собираются из Новгорода, из Смоленска и там дальше описаны. Потом, есть это, это Византия, это отдельное вообще государство, там ничего подделать уже наши не могли, предположим, если бы хотели. Плюс, есть круг земли знаменитый, скандинавский источник, где описано возвращение Харальда, который там написано, много лет служил у византийского императора, там в Африке, в Сирии воевал и много лет отправлял золото, которое он зарабатывал наверх туда, к Ярославу Мудрому. А потом... Да, потому что очень любил его дочку. Да. А потом, и там дальше описан путь, как он через Черное море, через Днепр и по всему Восточному государству, как там написано, вернулся в Новгород. И там, собственно, он и женился как раз на дочке. Более того, нужно взять еще упоминание, опять-таки, арабских географов. Есть книга путей, книга стран. Каждый уважающийся арабский географ всегда описывал как бы и гидропонимы, различные, то есть, связанные с названиями рек, кто откуда-куда ходит, у кого какое-каким море называется. Собственно, география имела представлений и этих упоминаний очень много. Дело в том, что у скандинавов огромное количество топонимов скандинавскими названиями по всей Руси разбросано. Эти названия появлялись не случайно. Топоним скандинавский, привязанный к названию местному, появляется только в случае, если выходцы оттуда, были там и дали ему это название. Эти названия распрощены по всему уходу пути из Варяг в Греки. То же самое у арабских источников. Они тоже дают название, они тоже дают название рек и всему остальному. То есть, это не вакуум, это информационное поле. Оно, конечно, не такое, как сейчас, но оно вполне себе информационное. Все знали название рек. Что-то называлось морем моря Румеев, что-то морем Славян, что-то морем Хазаров. Это же все, это Каспий, Черное море и так далее. И топонимы, вот эти вот, которые отражены в источниках, это же тоже очень важное дополнительное свидетельство к именно освоению с точки зрения географии транспортной системы. Подошли мы, я все стараюсь с севера на юг двигаться, вот южная часть, такая, казалось бы, достаточно мутная история с Днепровскими порогами. Тоже часто говорят, что там, например, нет никаких укрепленных пунктов. Но мне кажется, во-первых, у того же самого Багринародного описано очень подробно, как конкретный каждый порог преодолевали. Здесь переносили на руках, здесь вот проводили ладью вброд. Но тут еще, мне кажется, многие забывают, что вот эта зона, это же уже степь, и в тот период она как раз была очень опасной, и там, ну просто все это время война за нее шла, за эту степь. Да, и если открыть Константина Багринародного чуть раньше, потому что трактат об управлении империей, это мануал для сына. Да. Как и что учитывать в управлении и в системе взаимоотношений. Он описывает кочевые народы до того, как он описывает славян. И для каждого он дает определенную характеристику, что они делают в привязке вот к этим территориям, кто с кем дружит. Он пишет, что если мы воюем с этими, то эти в союзе воюют с нами. Если к нам приходят русы воевать, они, значит, идут на кораблях, а конфедератами там, условно, идут кочевники и так далее. И он описывает, что происходит на порогах. И я думаю, что именно вот этот вот смерть Светослава после вот этих вот всех событий, да, то есть она же, ну, она была, это считается, что это как бы акция, политическая акция Византии. Возможно, я не буду наставить, но, видимо, так. То есть внезапно его подстерегли, знали, что он пойдет с малой дружиной, и вот он попался в эту засаду. И проходной путь, там действительно сложно удержаться поселением, но хороший пример более поздней истории, да, дикое поле, 17 век, засечная черта, которая строится для того, чтобы отгородиться от кочевников, которые настолько часто совершают набеги, что жить за этой чертой просто невозможно оседлым земледельцам, потому что вы постоянно в зоне риска, вас постоянно пытаются куда-то угнать, продать или убить. Это слишком рискованно. И строят там какие-то фарты дополнительные, но все-таки сложные инфраструктурные проекты доступны в более позднее время, и то с трудом. И эти вот бескрайние степи, они стали доступны для какого-то проживания в качестве оседлой зоны, да, далеко не сразу, а сильно-сильно позже. Даже сейчас там часть территории это все-таки открытые пространства. И совершенно очевидно, что в раннесредневековое государство, там Русь, и даже скандинавские путешественники совместно не могли обеспечить систему укреплений для того, чтобы от кочевников спастись. Они надеялись на удачу, поэтому очень хорошо написано, что когда они останавливаются, они ставят своих башков и приносят им жертвы. Об этом пишут и арабы, об этом пишут и Константин и Багринародный, потому что на удачу как повезет, как говорит, как монета ляжет. Хорошо, осталось у нас меньше пяти минут. Давай тогда обсудим вот что. Какие этапы прожил Путин Зворяга в Греки за время своего функционирования? Насколько я понимаю, там немножко все развивалось и менялось. И, собственно, и угас он, потому что как раз уже развилось государство русское, которое, собственно, стало ядром и возникла торговля отдельно с северными странами, отдельно с южными. То есть уже не нужна вот эта транзитная история. Ну, говорить о том, что он прям умер как торговый путь, нельзя. Это я уже с конца начал. То есть мы уже сказали, что он начал свое освоение как чистая транзитная история. Там где-то в восьмом веке по монетным кладам его определяют. До девятого, соответственно, века он именно как транзитный путь. Потом начинается освоение пунктов, где торговый путь начинает целенаправленно обслуживать. Ну, видимо, для получения выгоды и развития каких-то локальных историй, то есть локальных образований, которые потом превращаются в княжество. Именно этот путь становится основой, на которой Киев нанизывает вот эту свою государственность. Вместе с Новгородом собирается Русь, формируется такое государство Русь. Потом происходит падение, скажем так, вообще использования его, потому что скандинавы, как таковые, перестают играть, во-первых, в государстве роль, то есть они в 11 веке перестают быть вот этими торговцами, которые только и делают, что ходят мимо и обеспечивают вот это богатство. Во-первых, развивается действительно феодальная система и княжество. Они начинают вести самостоятельную политику, и они используют участки этого пути по-прежнему, но как единый путь он уже в это время, конечно, потерял свое значение, потому что восточное серебро с завершением потока вот этого Волжского пути, то есть после гибели Казарского Каганата, который тоже играл свою роль в охране этого пути, Святослав как бы наступил на горло собственной песни, с одной стороны, добил Казарский Каганат, но и добил при этом Гаранта, который контролировал этот путь. И вот поток восточного серебра уходит, появляются западноевропейские пути, то есть у нас переходит переориентация на запад, западные динарии появляются, то есть серебро, которое уже выходит из района Германии, и меняется вот этот вот вектор, то есть путь на участках остается, но он уже не воспринимается как монолит. Плюс развиваются именно еще и, я думаю, сухопутные дороги. Это тоже важно. И, наверное, как бы по-хорошему, если говорить так, то путь из варягов греки, он до сих пор существует и в каком-то виде поддерживает вертикаль север-юг. Пусть чуть-чуть, пусть на отдельных участках, но тем не менее. Ну, то есть, собственно, там дальше что происходит? У нас же возникает как раз Гонзийский союз после этого, который всю Прибалтику связывает с Западной Европой, и Новгород включает в этот, собственно говоря, в итоге в этот круг. И, да, то есть, меняется сама система торговых путей, то есть, это естественный процесс с формированием других государств изменением вообще политической ситуации. Спасибо тебе большое. Да, спасибо тебе за неожиданную тему. Это была программа Родина слонов. У нас в гостях был Василий Васильевич Новиков. Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова